Друзья, со мной связались очень классные разработчики данного программного обеспечения, которое поможет нам с легкостью переносить данные с айфона на ПК, с ПК на айфона. Самое главное, между айфонами переносить все данные безопасно, быстро и хранить это все в резервной копии. И еще более многофункциональное программное обеспечение. Если хотите подробно об этом узнать, досмотрите видео до конца и вы будете довольны. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Обращаю ваше внимание, что действительно программа очень многофункциональная, она всем вам подойдет. Я уверен, вы забудете вообще про iTunes и будете использовать только это программное обеспечение. Поэтому давайте же посмотрим, что это и с чем мы будем знакомиться. Так, ребят, немножко теории от EaseUse, MobileMow. Это все, как понимаете, бесплатно, можно установить как на Windows, так и Mac. Бесплатное программное обеспечение для переноса iPhone для передачи данных с одного айфона на другой. Передача файлов между iPhone и iPad, ПК и Mac. Загруженное онлайн видео и музыку на компьютере или iPhone и iPad. Резервное копирование, восстановление передачи чатов и вложенный в WhatsApp. Резервное копирование, восстановление iPhone, конвертирование файлов передачи Hike в JPEG Video MP3. Вот видите, можно скачать на Windows версии 11.10.8.1.8.7 и точно на Mac OS 11.5 Beta, который сейчас и 10.13. То есть, это универсальный перенос данных, как понимаете. Это лучшая альтернатива для iTunes, VideoDowlander, инструмент передачи WhatsApp. Улучшенные утилиты передачи данных iPhone. Перенос файлов. Передача файлов с iPhone на ПК. Обратно с ПК на iPhone. И точно так же с iPhone на iPhone. И в принципе, все. Полное резервное копирование, восстановление контента всего вашего устройства iPhone. Вы можете здесь, в принципе, все ознакомиться, перейти. Ссылочка будет закреплена. Все, в принципе, понятно. Видите, что есть бесплатная версия с такими-то возможными вариантами. Можно приобрести также Pro-версию. Вот. Все это вы можете ознакомиться здесь по данной ссылочке. Будет в описании, закрепленном комментарии. Давайте же перейдем уже к демонстрации. Я покажу, как это все выглядит. Вот данное программное обеспечение. Как видите, вот эти все пункты, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Можно подключить iPhone между собой, с ПК и обратно. Все дело это делать. Итак, первое, с чем мы разберемся, это подключим оба iPhone. И между ними попробуем синхронизировать и сделать какой-то переброс. То есть, возьмем какие-то фотографии, приложения, сообщения и так далее. Все это дело, в принципе, уже у нас подключено. Синхронизировано начнем с альбомов. То есть, откроем наш альбом текущий. И сейчас, в данном моменте, будем перекидывать какие-то фотографии. Это будет просто-просто. Мы выбираем нужные фотографии и переносим. Но при этом не забываем отключить сам iCloud, настроечка. Также не забываем, что у нас вот доступен весь ассортимент. Всех данные контакты, мессенджеры, видео, заметки и так далее, и так далее. Все то, что нас может заинтересовать при экспорте. В общем, вы сами разберетесь, то, что вам будет необходимо перенести. Также вы можете понимать то, что можно перенести приложение. Не именно приложение с кэшем данных, которые есть, а просто установите те приложения, которые вы использовали на первом девайсе. На второй и, в принципе, это уже есть какой-то комфорт и удобство. Первый пункт, который мы рассмотрим, это бэкап у нас с iPhone, iPod и iPad Touch на ПК. То есть выбираем наши необходимые данные, которые мы возьмем. К примеру, возьмем контакты, сообщения. Неважно, что это будет, просто нажмем бэкап. Это все дело у нас перенесется в какие-то считанные секунды. То, что мы не сможем сделать просто с iTunes. Вот и все у нас пошел перенос файлов. Поверьте мне, это занимает вообще очень мало времени. Та же самая история с ПК на iPhone, только здесь мы выбираем файлы хранения. Именно в какую папку. Ну а самое важное и интересное, то, что интересует меня и точно так же я уверен вас, это с iPhone на iPhone перенос данных. То есть мы выбираем, с какого устройства на какое будет переноситься. После того, как мы определились, нажимаем продолжить и уже будем выбирать те файлы, которые нас будут интересовать. Это максимально удобно и просто. Я уже как-то записывал в видеоролик, как это делать с iPhone на iPhone или с Android на iPhone. Это вообще очень классное устройство. Особенно с iPhone на iPhone перекинуть все необходимые файлы. И использовать. Сейчас я наглядно показываю вам, как я перемещаю контакты с одного устройства на другое. И очень важно, не забудьте, что вам нужно отключить синхронизацию контактов с iCloud. Иначе у вас ничего не получится. В данный момент эта ситуация прошла успешно. Очень важный также раздел backup. То есть мы можем взять старую резервную копию, выбрать необходимые файлы и восстановить на наше устройство. Очень полезно для тех, кто потерял какие-либо старые данные. Можно восстановить. Сейчас я выбрал те файлы, которые мне интересны. Я сделаю backup у нас на компьютер. И уже можем делать с компьютера на устройство. Очень удобно и эффективно. Точно так же есть интересный момент с WhatsApp мессенджером. То есть вы можете сделать backup резервной копией вашего WhatsApp мессенджера. И без труда перенести как на ПК, так и обратно на ваше устройство. Очень интересно. И вы можете всегда хранить ваши данные в безопасности и целостности. Напоминаю, немаловажный раздел restore. Это восстановление данных, которые вы делали. Точно так же можно забэкапить это все. И точно так же с iPhone на iPhone перейти необходимые данные. Переходим к более другим интересным моментам. Hack to JPEG и Video to MP3. То есть как поняли, можно переконвертировать изображение в JPEG. И точно так же Video в MP3. Переходим в раздел фото. Давайте выберем какие-то фотографии. И сделаем конвертацию. То есть это будет не сложно. Переходим, выбираем теперь нужные нам фотографии. И в данный момент мы будем их переконвертировать уже на устройство. То есть мы нажмем экспортировать. Все, выбираем то есть наше изображение. Проводим необходимые настроечки, которые нас будут максимально интересовать. И проводим экспорт. Все, экспорт как только у нас пролетит. Нам нужно будет зайти уже на сам компьютер. И в принципе смотреть данное изображение. Вот и все, ничего сложного. То же самое мы в принципе можем проделать точно так же с видео, которое мы можем переконвертировать в MP3. Совсем процесс не сложный. Выбираем данное наше в случае видео. И будем точно так же это все делать. Вот видите, изображение у нас на месте. Отлично. Переходим к конвертации видео в MP3. Выбираем нам нужный раздел. Это точно так же не сложно. По папочкам все, выбираете данный момент вот видео. И я вам буду наглядно демонстрировать, как он будет загружаться сначала. Проведем конвертацию. Выберем нам опять же необходимые данные. В каком разрешении мы будем это конвертировать. Чтобы максимально качество сохранялось. И дальше уже наше дело за экспортом. Вот и все. Как видите, не сложно. Все быстренько делается. Опять же все. Заходим, проверяем по папочкам. Видим, что все работает. И ничего сложного. Друзья, ничего сложного нет. Как поняли, очень крутое программное обеспечение. Советую всем. Все необходимые ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Переходите, качайте и используйте. Дальше больше. Скоро увидимся.